Один из сценариев это провокация досрочных парламентских выборов, буквально чуть ли не сразу после президентских. Почему? И не важно здесь кто станет президентом. Оппозиционный, естественно, он захочет на волне вот этого своего рейтинга, что он стал президентом, привести к власти партию, которую он будет представлять. Майя Санду поступит точно так же. Если Майя Санду выигрывает, у нее, естественно, она может показать, что посмотрите, за меня проголосовало большинство, используйте это в парламентских. Но до парламентских, они должны быть по закону летом, очень большой срок. Еще есть зима, там еще как минимум будут 2-3 экономических кризиса, 2-3 социальных кризиса. То есть там провал абсолютно будет большой. Поэтому буквально в конце октября, скажем так, после того, как Майя Санду выигрывает, она может провоцировать досрочные парламентские выборы. И пусть это будет даже зимой. Но самое главное, это произвести именно в тот период, когда рейтинг ПАС наиболее большой, рейтинг Майя Санду. Кроме того, оппозиция будет присорена еще президентскими выборами. И поэтому рассчитывать на то, что, скажем так, как-то переориентируется, нет. Продолжение следует...